Здравствуйте! Вы смотрите наши новости на телеканале ИТВ. Какими событиями запомнился сегодняшний день, я расскажу вам прямо сейчас. Чиновник из Евпатории нанес федеральному бюджету ущерб в 20 миллионов рублей. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к 4 годам лишения свободы. Более 20 миллионов рублей были необоснованно перечислены на расчетный счет подрядчика. В Симферополе завершается реконструкция Екатерининского сада. Место для игр в шахматы с навесом, новая площадь и исторический фонтан. Что еще появится в сквере? 19 числа мы будем презентовать этот объект. Победа ценой жизни советских солдат. В Симферополе почтили память павших в годы Второй мировой войны. 3 сентября закончилась война. Была квантунская армия разгромлена. И опять же ценой жертв наших родных и близких. И снова резкая смена погоды. Вместо жары изноя придут дожди с грозами. МЧС предупреждает. Возможно падение рекламных счетов слабо укрепленных конструкций. Сотрудники полиции привлекли к ответственности бывшего руководителя управления капитального строительства Евпатории. Экс-чиновник признан виновным в злоупотреблении полномочиями, которое привело к ущербу федерального бюджета в 20 миллионов рублей. Следствием установлено, что руководитель, действуя из личной заинтересованности, желая показать полное освоение бюджетных средств и приукрасить действительное положение дел, подписал документы о приемке работ одной из коммерческих проектно-строительных организаций. На деле же эти работы выполнены не были. Как следствие, сумма ущерба федеральному бюджету превысила 20 миллионов рублей. А сроки выполнения проектно-изыскательных работ при конструкции грязелечебницы Майнаки в Евпатории были сорваны. В ходе следствия установлено, что руководитель, действуя из личной заинтересованности, подписал документы о приемке работ от проектно-строительной организации, при том, что реально работы выполнены не были. В дальнейшем из федерального бюджета денежные средства на сумму более 20 миллионов рублей были необоснованно перечислены на расчетный счет подрядчика. Чиновник был снят с должности сразу же после вскрытия его незаконных действий. Евпаторийский городской суд приговорил экс-руководителя к наказанию в виде лишения свободы на 4 года с аналогичным испытательным сроком и лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и хозяйственно-финансовыми полномочиями. Приговор вступил в законную силу. Новая коронавирусная инфекция не сдает позиции по масштабам распространения в Крыму. Уже известно, что несколько участников фестиваля Таврида Арт заразились COVID-19. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 40 человек. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью. 17 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. 7 при скрининге здорового населения. Всего с начала пандемии в республике более 2,5 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 124 человека прибыли в Крым из субъектов России и стали переносчиками. Самостоятельно за медицинской помощью и при контактах с инфицированными обратилось 1965 человек. За все время пандемии при лабораторном скрининге здоровых лиц медики выявили более 400 носителей недуга. Выздоровевших за весь период 1740 человек. Из них 20 за последние сутки. Подрядчик завершает реконструкцию Екатерининского сада в Симферополе. На финальной стадии благоустройство зоны для отдыха горожан и гостей крымской столицы. После окончания третьего этапа появится прогулочная зона от перекрестка улиц Воровского и Ленина до Дома кино. Недалеко от бывшего кинотеатра будут обустроены места для игр в шахматы с навесами и тематическим дорожным покрытием. Зона отдыха с лавочками с видом на реку появится вдоль склона со стороны набережной Салгира. Одним из ключевых моментов благоустройства станет оборудование площади недалеко от улицы Воровского с восстановлением исторического фонтана. Из-за высокой температуры воздуха, а также пока еще не установленных устройств системы автоматического полива, озеленение парковой зоны было решено перенести на более позднее время. Торжественное открытие парка приурочит к началу благотворительной акции «Белый цветок», которая проходит ежегодно 19 сентября. Как и было сказано ранее, 19 числа мы будем презентовать этот объект. Сейчас немножко провели корректировки архитекторы по желаниям наших жителей. Так что 19 числа в праздник «Белый цветок» мы будем рады встречать здесь гостей и жителей нашего города. По всей стране и далеко за ее пределами отмечается день воинской славы. 3 сентября – день окончания Второй мировой войны. Память погибших за свою родину минутой молчания сегодня почтили и в Крыму. Первые лица республики возложили цветы к вечному огню на могиле неизвестного солдата в крымской столице. Фашистская Германия, Италия и Япония развязали Вторую мировую войну 1 сентября 1939 года. 22 июня 1941 года в нее, после вторжения на территорию СССР, пришлось вступить и Советскому Союзу. Одна из самых кровопролитных войн в истории человечества продолжалась 6 лет. В ней участвовало 61 государство. Это более 80% населения Земли. Акт о безоговорочной капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года. Сегодня память погибших почтили в крымской столице. Первые лица республики – ветераны, студенты и школьники – возложили цветы к вечному огню на могиле неизвестного солдата. 3 сентября закончилась война, была Квантунская армия разгромлена и опять же ценой жертв наших родных и близких. Это все было сделано руками советского народа. Ну, конечно, должны почтить память тех, кто ушел из жизни раньше времени и ушел именно борясь за свободу и независимость нашего государства, родного российского. Приседатель Крымского парламента отметил, чтить память о погибших во Второй мировой войне особенно важно сейчас, в наши дни, когда некоторые страны пытаются переписать исторические факты. Проходит время, и вот сегодня, вот я сегодня утром новости смотрю, Польша очередной, так сказать, начинает делать попытку переписывать историю, придумала какие-то тесты, в которых уже Советский Союз изображается совершенно в негативном плане, главным освободителем подается Польша вместе с союзниками. Вот такая наглая ложь, наглое вранье, плевок в сторону вот этих погибших людей нашего народа, которые, вот что происходит сегодня. Закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября в конце апреля подписал президент страны Владимир Путин. К пояснительной записке к законопроекту ее авторы указывали, что в Китае день победы в войне с Японией отмечается 3 сентября. В указе Президиума Верховного Совета СССР праздником победы над Японией и Днем Всенародного Торжества также объявлено 3 сентября. Мария Моссур, Служба новостей и ТВ. Кроме этого, ко дню окончания Второй мировой войны в Центральном музее Тавриды состоялась презентация выставки «Долг памяти», посвященной 75-летию Великой Победы. Экспозиция является продолжением проекта «Война глазами поисковика», представленного в прошлом году. Экспонаты разделили на три крупные инсталляции, которые отображают события тех лет. От первых дней войны до такой долгожданной победы. Эта выставка рассказывает об одной из главных трагедий прошлого столетия. О героях, которые одержали победу дорогой ценой, мы узнаем из фотографий. Фрагмент представлен снятым неизвестным немецким фотографом, захвата плена, допроса нашего лейтенанта на Каринском круге. И вскоре после этого допроса, или сразу после этого допроса, было мысленно. Обратите внимание на его позу, абсолютно независимо. Никакой тени сомнения, страха, только презрение ненависти в кругу. Снаряды и каски, представленные в экспозиции, были найдены в Керчи. Организаторы постарались воссоздать на выставке военную атмосферу и оживить историю. Инсталляция «Долг памяти» – это образ, призванный еще раз задуматься о цене победы и о количестве жертв, отданных за мирное небо. В условиях обострения политической борьбы на современном этапе международной и попыток разных сторон черпать какие-то доказательства, какие-то факты, вот в нашей недавней истории, часто переписывая ее, ну, недаром, все вы знаете, наше руководство, президент страны, говорит о постоянной необходимости сохранения исторической памяти. Ну, вот как элемент сохранения исторической памяти – это выставка, это напоминание наше о той войне, как она началась, с чем она была сопряжена и чем она закончилась. Началась она в Германии, была сопряжена с колоссальными потерями до Советского народа, до Советского Союза, и закончилась победа Советского Союза. Ну, собственно говоря, об этом выставка, в этом ее суть. Выставка – это необычная, потому что она сделана не по характерному для стандартных, ну, из них экспозиции, тематиках, хронологическому принципу, а она, скорее всего, такая образно-символическая. Достоинством выставки является использование крупных фоновых фотографий, которые усиливают смысловые акценты предметного ряда. В своем роде выставка уникальна. Она состоит из трех крупных инсталляций, которые отображают события тех лет – от первых дней войны до такой долгожданной победы. Это было то, чего, собственно, и ожидают от выставки по войне. Много натурных экспонатов, оружия, вещи из раскопов, вещи из джамушкальских каменоломин. Но она была все-таки более традиционной, да, так как привыкли мы представлять войну. В чем изюмина этой выставки? Это действительно новаторская, современная концепция подачи материала. Юрию Фастенко уже 94 года. Он ветеран Великой Отечественной войны. Но даже несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, остается активным участником выставок. И даже продолжает рисовать картины на тематику того времени. Понимаете, многие художники не дожили до 75-й годовщины. И я, кажется, единственный остался из Швейнского союза, который участник боевых действий. Их работы многие сохранились. И когда проходит такая выставка, посвященная Дню Победы, то там работы 20-летней давности. То есть уже авторов нет, а работы сохранились. Идея и оформление экспозиции этой выставки предложена Восточно-Крымским центром военно-исторических исследований. Представленные сегодня экспонаты являются продолжением проекта «Война глазами поисковика». Анна Беляева, Артур Хороший, служба новостей и ТВ. Молодежный фестиваль «Таврида Арт», который сейчас проходит в Судаке, находится под пристальным вниманием спасателей. Сотрудники Главного управления МЧС России по Крыму проводят круглосуточное дежурство. Инспектируют участников форума о поведении в экстренной ситуации, оказание первой помощи, напоминают об антитеррористической и пожарной безопасности. На протяжении четырех дней спасатели будут находиться в самом центре молодежного движения, обеспечивая безопасность на суше и на воде. Во время фестивальных дней будет осуществляться патрулирование береговой линии. В этом году в бухте Капсель ожидают около четырех тысяч участников и зрителей. В свою очередь, крымские спасатели в круглосуточном режиме на посту. Главным управлением направлена группировка в количестве 54 человек личного состава и 9 единиц техники. Обеспечение безопасности осуществляется по следующим направлениям. Это непосредственно обеспечение пожарной безопасности силами трех пожарных расчетов. Также обеспечение безопасности людей на водных объектах силами двух катеров центра ГИМС. Флагман Черноморского флота – ракетный крейсер «Москва» впервые после ремонта вышел в море на учение. Он приступил к выполнению специальной курсовой задачи на морских полигонах Черного моря. В рамках учения экипаж корабля проведет зенитные артиллерийские стрельбы. Одним из этапов учения станет отработка алгоритма действия экипажа при условном применении главного ракетного комплекса корабля. Ракетный крейсер «Москва» не выходил в море с 2016 года. Он находился на техобслуживании. После длительного ремонта срок службы корабля продлили до 2030 года. Модернизация броненосца в будущем может оказаться нецелесообразной, отмечают специалисты. Так, спустя еще одно десятилетие крейсеру будет почти полвека. Планируется, что крейсер «Москва» примет участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». Ранее сообщалось, что корабль должен отправиться к берегам Сирии и войти в состав постоянной группировки ВМФ России. Специальные задания получили и водолазы учебного центра военно-морского флота. Они поборолись за лучшее время в выполнении конкурсного упражнения, в котором отрабатываются действия по освобождению искомого предмета из-под условного завала под водой. Освободившееся ядро необходимо перенести к трапу и поднять на поверхность, предварительно выполнив правильную отстропку груза. Конкурс по водолазному многоборью «Глубина» проводится в рамках армейских международных игр «Арми-2020». На смену знойным жарким дням в Крым идут прохладные и дождливые. В связи с этим Главное управление МЧС России по Крыму передает штормовое предупреждение. 4 и 5 сентября ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер 20-25 метров в секунду. Такая смена погоды произойдет из-за прохождения активного холодного фронта на территории республики. В таких условиях сотрудники чрезвычайного ведомства просят всех соблюдать правила безопасности. Высокая вероятность возникновения очищающих ситуаций, связанных с потоплением территории, аварием на объектах энергетики ЖКХ. Возможны падения рекламных щитов слабо укрепленных конструкций. Главное управление рекомендует соблюдать меры безопасности, ограничить выход в горно-лесную местность, судоводителям и любителям рывной ловли воздержаться от выхода в акваторию морей и внутренних водоемов, не находиться вдоль береговой линии во время прохождения шторма, ограничить выход на улицу. Это все, о чем вам хотите рассказать сегодня. Оставайтесь на телеканале ИТВ. Я прощаюсь. Всего вам доброго.